Раздел помещений дома Руссова между общественными организациями на безоплатной основе отменяется, по крайней мере пока. На заседании комиссии по вопросам коммунальной собственности, которая состоялась в понедельник, памятник архитектуры вычеркнули из перечня объектов второго типа. Пребывание в списке зданий второго типа предоставляет исполнительным органам власти возможность передавать объекты в аренду без аукциона общественным или бюджетным организациям с возможностью установки индивидуальной ставки арендной платы, например, 0,1% от стоимости объекта. Такую схему аренды планировали организовать Дому Руссова и еще сотни зданий на сессии Горсовета 17 марта. Я считаю, что это неразумно, потому что мы не просто так вкладывали туда деньги. Я не говорю, что мы должны продать это здание ни в коем случае. Нельзя допускать того, чтобы такие здания продавались. Но эффективно его использовать, получать прибыль в город можно. А какие предложения были по использованию Дому Руссова? Первое, что говорили, это мы отдадим под бюджетную организацию. Какую бюджетную организацию, нам пока не говорят. Говорили, что там есть коммунальное предприятие, которое занимается развитием молодежи, но оно просит всего лишь 500 метров, а там более 5000 метров квадратных. А какая бюджетная организация? На сегодняшний день все молчат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!